Мы с ним очень часто и очень тесно общаемся. Он делится опытом, рассказывает и сейчас, даже в свой юбилей, он подсказывал, что надо сделать, как надо сфотографировать. Николай Романов в свои 90 лет ездит на велосипеде и никогда не выпускает из рук фотоаппарат. В коллекции его фоторабот, черно-белые снимки, пейзажи брянской природы, исторические кадры, постройки Свенского монастыря, портреты людей и кадры животных. На выставке представлено более 150 работ. Многие из них не раз публиковались во всевозможных книгах и журналах. Вот эти фотографии, они исторические. Это документ. То есть вот эту выставку можно смело брать и вешать где-то в Кривичевский музей под какую-то эпоху. В детстве Николай Степанович мечтал стать художником. Поступил в Свердловское художественное училище. Успешно его окончил. Но даже во время учебы не выпускал из рук свою любимую фотокамеру. Первый мой фотоаппарат, вот этот, он называется Фотоко. Этим аппаратом еще пользовался мой отец. Представляете? И я, когда освоил фотографию, тоже продолжал работать этим аппаратом. Свою деятельность на Брянщине Николай Степанович начал в 1966 году. Переехал вместе с семьей. А дальше преданно работал фотокорреспондентом редакции газеты «Брянский рабочий». Я знаю Николая Степановича с 1966 года, когда он только появился в городе Брянск. Потом образовалась Брянская студия, Брянсфото, и он стал одним из ударников этого дела. Ну, еще работал, видно, в Брянском рабочем. А я был молодым выпускником школы и собирался поступать в ВАГИ. В конце концов, я стал инженером, и, в общем-то, об этом не жалею, но любовь к фотографии осталась. Стать профессионалом своего дела и принести это через свою жизнь стало главным достижением Николая Степановича. На этом он не останавливается. Он вдохновляет, заряжает мастерством и просто учит видеть прекрасное.